Прожидочный минимум в Югре увеличится на 10%. Такое решение приняли сегодня на заседании окружного правительства. Теперь эта сумма составит 18 625 рублей на душу населения. Для трудоспособных граждан это чуть больше 20 тысяч, для пенсионеров 16 тысяч, для детей 18 с половиной тысяч. Отмечу, все эти суммы берут во внимание при разработке и реализации региональных программ, а также для предоставления мер соцподдержки для жителей Югры. Кроме того, прожидочный минимум учитывается и при формировании окружного бюджета. Также в Департамент труда и занятости населения в продолжении указанного решения предлагают увеличить на 6% фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа по категориям работников, которые не предусмотрены в указах президента РФ. Напомню, что с 1 января текущего года решением проявления автономного округа указанные фонды оплаты труда уже были увеличены на 4%. Особенному ребенку из Ханты-Мансийска помогли воплотить в реальность нарисованную мечту. 13-летний Нур Саид из окружного центра хочет стать полицейским. Свои желания он выразил в картине и вместе с другими детьми с ограниченными возможностями здоровья принял участие в выставке «Я хочу нарисовать мечту». В результате мальчика вместе с мамой пригласили на экскурсию в окружное управление полиции. Здесь он познакомился с экспертом-криминалистом, узнал, какие инструменты помогают искать улики. Особый интерес у подростка вызвал магнитный порошок для выявления отпечатков пальцев. Он даже сам смог их обнаружить на специально подготовленном листе бумаги. А еще мальчик побывал в музее Кужного ОМВДН и прокатился на патрульной машине с госавтоинспекторами. Стражу порядка разрешили ему включить проблесковые маячки и поговорить в громкоговоритель. Мы выбрали не материальную мечту, а так называемую заветную, которую воплотить в жизнь достаточно сложно. Надеюсь, что сегодня нам удалось зажечь огонь в сердце и в глазах ребенка, в глазах его родителей. И мы надеемся, что этот проект в дальнейшем поможет особенным детям поверить в себя. В первый месяц лета в Нижневартовске выпал снег. Осадки жители города заметили с утра и стали делиться фотографиями и видеозаписями в социальных сетях. Как отметили в бюро погоды, всему виной циклон. Он пришел с Диксона. И такая погода в округе сохранится в ближайшие два дня. Метеорологи ожидают мокрый снег и дождь. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса. По Цельсию и днем показывать уже плюс девять. Потепление обещают с понедельника. Напомню, до этого снег в Нижневартовске валил в мае. Накануне метель наблюдали в Сургуте. Но это еще не предел. Так, например, в самом большом муниципалитете Югры 3 июня 1958 года синоптики зафиксировали исторический максимум. Столбик термометра опустился на отметку минус три градуса. В 1966 году в этот же день было плюс 30 градусов. Югорскую столицу осветят 7,5 тысяч умных фонарей. В июле в Ханты-Мансийске стартуют самые масштабные энергосервисные работы в истории Югры. Новые светодиодные светильники заменят устаревшие ртутные лампы. Эта модернизация сэкономит городу больше 40 миллионов рублей. Умные фонари прослужат окруженной столице не меньше четверти века. Они смогут выдерживать экстремальные температуры, высокую влажность и перепады атмосферного давления. Модернизация уличного освещения будет завершена в ноябре этого года. Новые светильники войдут в большую цифровую систему управления наружным освещением.